Всем привет! И сегодня я хочу вернуться к теме, о которой мы уже давно не говорили. Это тема того, что так как бы связано с андеграундным металлом. Поскольку времени у меня немножко больше, чем я планировал, то я решил провести его с пользой и пока что поговорить именно об том самом странном периоде, когда группы Paradise Lost, потом Metallica, далее кто там еще был, Creator со своей Эдорамой и прочие, так сказать, крутые ребята. Кстати говоря, и Тиамат, кстати говоря, тоже, и в том числе и Lake of Tears тоже. Все вот эти вот команды ни с того ни с сего перешли на какой-то совершенно непонятный готический синти-рок. Как это иначе назвать, совершенно непонятно. Почему это случилось и как это случилось? Вот этот вопрос, я думаю, занимал не одно поколение металлистов. Что, собственно говоря, что там такое произошло, что им вдруг так заинтересовали и всякие разные синтезаторы, и вся вот эта вот разная лободня какая-то, всякая разная такая вот передисорная, которую ни один ортодоксальный металлист бы не принял. Это на самом деле вопрос, который надо рассмотреть с точки зрения исторического аспекта. Итак, 2000-е годы, скажем так, 2001-2002 годы. В эти самые странные времена вот этот вот арт, вот это вот самое дизайнерство, которое, в общем-то, занималось производством разных гламурных разных хреновин, почему-то вдруг резко срулило на волну банк эстетии. То есть начали появляться, то есть если раньше ты идешь по улице и видишь человека, у которого там булавки, косухи там, я не знаю, там портрет Сида Вишеса там на футболке и все такое, то ты сразу же, конечно же, автоматом бежишь к нему знакомиться. Типа, что же это за человек такой интересный на самом-то деле. А в результате выясняется, что вот этот вот самый булавочно-браслетный человек ничего на самом деле не знает совершенно про вот эти вот самые булавки. Кроме того, эта самая футболка с булавками, скорее всего, была куплена в каком-нибудь очень дорогом лейблом, в магазине каком-нибудь там, а вовсе не сделана сама и вовсе не как бы... Ну, в общем, короче говоря, я вот хорошо помню, что я купил футболку с портретом не более не менее чем Сида Вишеса в каком-то ужасном ажурном магазине. Кажется, это был... я уже не помню сейчас, но что-то такое очень крутое. Вот. Снова как бы появились вот эти вот булавки какие-то там, God Save The Queen. То есть панк эстетика стала почему-то попсой. Причем я... ну, я на 99% уверен, что большая часть тех, кто носил эти футболки, действительно понятия не имел, откуда это все берется. И что это за год, который будет в сейф, какую именно Queen. Никто не знал, что такое Sex Pistols, никто не знал про эти булавки, которые носили Джонни Ротт и носили Вишес. Никто ничего этого не знал. И тут, значит, начинается параллельно возникновение двух самых непонятных, с моей точки зрения, движений. То есть эти оба движения, я их лично могу честно сказать, что я их никогда не понимал и до сих пор не совсем понимаю. То есть первое это эмо, и второе это то, что называется готика. Ну, если насчет эмо, насколько я лично понимаю, то их девизом было выражать свои чувства спокойно, так сказать, без всякой цензуры. То есть типа хочу, плачу. Чаще они плакали, резали себе там руки всякими разными, всякими художественными способами и прочей разной фигней, так сказать. В общем, все это они делали, как бы, а делали они это на самом деле тоже не по причине того, что им так уж и плохо было, а просто потому что, ну, мировой устой, это, кстати, мода такая и все такое. Но я лично, вот, признаюсь честно, с такой фигней не страдал, так бы я руки себе старался так просто не резать, как бы, зачем, так сказать, беречь себя надо. Вот. Но с другой стороны, я-то, в общем-то, пришел из панк-рока, из панка, и я говорил не так давно, что панк вообще больше 21 года не живет. После 21 года он либо перестает быть панком, либо он должен загнуться от наркоты, бухла и прочей гадости. Это нам говорит пример как Сида Вишеса, так и очень многих других таких вот людей. Ну, по крайней мере, после 21 года, вот, кто видел фильм «Soul Slate City Punk», там очень хорошо показано, как бы, вот этот вот момент становления панка на, так сказать, прямые рельсы. То есть, ни с того ни с сего, этот самый парень, Стива, вдруг резко забывает про все вот эти вот его панкушные приколы и уходит учиться в университет. По ходу дела, поход в университет на тот момент, когда, в принципе, и я тоже туда решил пойти, оказался более панковским, чем любое, не знаю, меряние в канализации, допустим. Любое там вот это вот свинское, так сказать, жизнь, жизнь, ее там типа обосраться и не жить, и все такое, оно, по большому счету, вовсе не являлось, как бы, ну, андеграундом уже на тот момент. Наоборот, уже где-то учиться, это было круче. Тем более, что я, честно говоря, делал на это очень большие ставки, я думал, что там, по крайней мере, мне дадут сказать то, что я не мог сказать просто так, потому что, ну, мне хотелось кое-что там разобрать, как бы. Но, как бы, дело в том, что именно вот когда вот эта вот мода пошла, еще пока что там еще было не до универа, лично я просто не имел особо возможности всем этим пользоваться, потому что, ну, во-первых, это все фейковое, это все не настоящее было. Это, опять же, вот любят все эти цитировать вот эту вот мою фразу, что вот как они продают вот эти вот пластмассовые пулеметные ленты, так сказать. Да возьми тут ее пулеметную ленту и находи с ней, как матрос во время штурма Смольного, как бы, и что, мало у нас пулеметной ленты, что ли? Да у нас ее километры, килотонны, так скажем. Хоть, я не знаю, там, ядерную бомбу себе, малыш повесь на шею и ходи с ней. И, честно говоря, старые панки, вот, олдовые то, что называется, ребята, многие из них, на самом деле, даже на сектор газа отреагировали очень плохо. То есть, допустим, вот этот вот знаменитый грех панки Хой, который изначально принадлежал Летову, в общем-то говоря, был отменен самим уже Летовым. То есть, по причине того, что Юрий Клинских, конечно, безусловно, сейчас уже, как бы, с нашей колокольни, кажется, нам все-таки достаточно серьезной величиной, как бы, ничего не скажешь, как бы, про этого человека. Но на тот момент это было, ну, скажем так, мы не совсем честно, что ли, не знаю, трудно сказать. В общем, дело в том, что не был популярен сектор газа среди таких ортодоксальных панков. Послушали либо западные аналоги, либо оборону, в общем-то, либо сибирскую волну, вот такие вот вещи. Откуда взялась Готика, это еще один вопрос. На самом деле, это все шло с экранов MTV. То есть, началось все с того, что Мадонна переоделась в какую-то такую панкушу, одела изначально уже замасканные какие-то такие псевдо-замасканные джинсиары. И появилась на сцене с какой-то гитарой Гибсон. Не знаю, умела она на ней играть или нет, и насколько хорошо она на ней играла. У меня просто фотография в одной из нот завалялась. На тот момент наиболее честные ребята начали слушать Бретта Андерсона и группу Сой. Почему? Потому что у Андерсона, по крайней мере, хоть там и особенно панкухи-то особо и не было, но там, по крайней мере, была музыка. Там был какой-то действительно смысл в словах. Это стоило того, чтобы это слушать. А тем временем по МТВ стали появляться уже совсем просто дегенеративные проекты, такие как Лим Бискет, такие как ПОД, вся вот эта вот дрянь, которая, в принципе, просуществовала крайне недолго. Все они сразу же очень резко возросли в основном. Если Лим Бискет был продюсирован Максимом Кавалерой, сам Макс при этом как бы тоже не чурался, так сказать, всяких разных отклонений и перверзий в этом отношении тоже. Это видно по его таким работам, как после его отрыва от Сепультуры, да и сама Сепультура тоже скатилась очень быстро. Ну, в конце концов, действительно, ну что это за черт побери такая Сепультура, в которой не играет ни один из ее основателей, как бы. И Андреас Кизер никогда, то есть он не был основателем группы, он появился там только на втором альбоме. До этого Сепультура была исключительно локальной группой, певшей на испанском языке. Они на английский перешли только из-за Кизера, из-за его амбиций, как бы. Вот. Далее появилась Готика. И вот тут-то уже все вот эти вот командочки, которые типа Paradise Lost, каждая нашла себе объяснение. Например, что сказал этот самый Ник Холмс, их не заводила этого Paradise на эту тему. Он сказал, типа, такую вещь. Он сказал, ну что, всю жизнь делать один и тот же Draconian Times, это же как-то, как бы, ну, не про ханже, как бы. Ну что я буду всю жизнь одно и то же, что ли, писать? Его никто не заставлял писать одно и то же, как бы. На этом фоне продолжали действовать такие команды, как Майхен, как Darkthron, как Cannibal Corpse. Но это все, тем не менее, было очень сильно расшатано тремя мейнстримовыми командами, которые захватили именно вот тот отрезок, как бы, вот ту вот нишу, которая, в принципе, для них не была предназначена. То есть, ну, если Headbangers Ball выходил на MTV, там, какие-то ужасно неудобные часы, что только там ответы и металюги, там, могли до двух ночи сидеть и ждать, когда это начнется, Пантеру крутили постоянно. Поэтому, честно говоря, у меня к Пантере очень сложные отношения. С одной стороны, не могу сказать, что это плохая группа никогда в жизни, с другой стороны, не могу сказать, что это моя любимая группа. Пантера достаточно долго существует, как бы, там было много трансформаций, как бы, она проработала чуть ли не все 90-е и все 80-е годы. И поначалу ее, из чистого глэма, она довольно быстро перешла в то, что называется хардкор. И вот этот самый хардкор задал вот эту вот новую тенденцию. Дальше пошла вот эта вот готика. То есть, любая группа искала каких-то, я не знаю, может быть, кто-то искал каких-то новых подходов, кто-то искал что-то чего, но в принципе, в принципе, пошла такая откровенная волна такого вот мрачника, который явно-таки был непонятен для старого поколения. Ник Холмс отрезает свои волосы, Грегор Макинтош, на самом деле, очень хороший гитарист, ни с того ни с сего возомнил себя клавишником и начинает играть на клавишах. И, честно говоря, у Paradise Lost One Second вышел совершенно провальным альбомом, на мой взгляд. Хотя многие, наверное, сейчас уже не согласятся со мной, но после One Second Paradise Lost для меня лично перестал существовать. Хотя Дракониан, Таймс, Айкон и там вот эти вот его... Там было много хороших альбомов, но вот это вот готик... Может быть, Paradise Lost действительно из клона металлики стали потихонечку, как бы, находить свой стиль. Может быть, оно и так. Но кто же их теперь поймет-то? В любом случае, какая сила меня может затащить сейчас на Paradise Lost, я не знаю. Параллельно уходят в небытие такие команды, как My Dying Bright, уходят в небытие, сэш, вот эти вот все... Театров Трэджеди. Зато появляется куча разных Тристани, Лемурия, там еще какая-то там. Соответственно, в России тоже появляется куча разного вторсырья, типа вот, ну, кто читал журнал Dark City в те годы, тот меня поймет, как бы. То есть, пиарились исключительно команды, которые на самом-то деле никакого металла в себе не несли. И тогда я начал встречать людей, которые пропаганд... Когда я слушал вот эту вот самую, как бы, тяжелую музыку, когда я слушал вот этот самый Шлаер, они слушали Deep Forest, они слушали какую-то там, не знаю, шнягу какую-то там, типа Энси Хаммера, и вдруг-вдруг-вдруг они становятся все фанатами тяжелой музыки. И еще, мало того, у них еще хватает наглости спрашивать меня, как я к этому отношусь. А я к этому никак уже не мог относиться. Я ходил в военной форме и в тельняшке постоянно. Почему? Потому что, да нафиг ее снимать. Я постоянно был на каких-то сборах, я постоянно был на каких-то... Это я сейчас уже с оружием хожу по привычке, но тогда у меня просто не было выбора. Я постоянно был при оружии, потому что у меня просто была должность такая. Я был солдатом, грубо говоря. Поэтому, как бы, ну, солдатом, но таким сверхсрочником, как бы, контрактником. Поэтому, ну, мне просто не имело смысла снимать с себя военную форму. Я, в общем-то, говоря, в ней ходил. И поэтому очень многие, кстати говоря, дело в том, что в том городе, где я тогда находился, я был на таких передовых, так сказать, инстанциях, потому что я все время в каждом месте сколачивал свою банду и обязательно там что-то делал. Но тогдашняя моя команда, зона поражения, в принципе, до сих пор. Вот сейчас ей должно было бы исполниться уже 20 лет, пожалуй. К сожалению, она долго не простояла, как бы. Но так или иначе, это уже дела давно минувших дней. Мало кто сейчас из этих людей остался. Один я вот. Ну, вот, басист так и не смеется, слава богу. А все остальные потерялись куда-нибудь, я не знаю, как бы. И я просто перестал, как бы, скажем так, я ударился в то, что я вот набрался вот до 24 лет вот всякой разной музяки. Вот ее я и слушал, как бы, и все. Единственным такими откровениями для меня стали, как ни странно, именно вот Суэйд, Гориллазы, вот такие вот бритповые команды, которые почему-то как раз вот попсойты и не были, как ни странно, за редкими исключениями. То есть сказать, что группа Суэйды, Бретт Андерса, это попсня, это не то. Соответственно, когда я говорил о предательстве Металлики, это был еще 96-й год. Но через 10 лет рок стал достоянием общества. Причем, рок не в том плане, в котором он был. То есть не с настоящими пулеметными лентами, не с этими мешками с песком, не вот этот вот тру, а именно вот эта вот гадость, которая, в принципе, не имела никакой базы. Это была просто тотальная мода на металл. В любом магазине можно было купить себе офигительные шузы. И я еще шутил, говорил, ребята, закупайтесь, сейчас золотое бритвы. Потом опять будут проблемы, это все найти. Ну, на самом деле проблем никаких не было, потому что я на тот момент уже сказал, что все, что я одену, будет символом неформальности. Даже если это будет просто черная футболка, я не знаю. Вот, поэтому мне уже как-то это было немножко до лампочки. У меня появились какие-то свои интересы, я уже действительно начал больше заниматься как бы там учебой такой, там социологией, такими вещами, музыкой тоже очень много. То есть я делал свое дело и, в принципе, постольку поскольку немножко посматривал там на все эти дела. Но ведь еще параллельно с этим была волна такой жутко розовой, слажавой попсы в виде спайс-герлзов, там разных хай-фаев. Это ведь тоже попса есть попса и есть попса как бы. Я, например, ничего не имею против группы «Ласковый май», да? Но группу «Нана» вы меня не заставите слушать никогда. Не потому что там кто-то хуже, кто-то лучше, потому что просто, ну не знаю, «Ласковый май» как-то вот зашел. То ли время было такое, то ли что. А вот «Нана» я как-то совершенно, ну никак на них не отреагировал. Ну есть и есть, и хорошо. Мне вам понравилось, дядя Миша из ДДТ как-то сказал, вот у них классный саксофонист без мундштука пошел и сыграл. Вот мы вот эти вот перышки мундштуки ищем их, листики эти для саксофонов, еле находим из-за границы, еле там привозим. А он взял и без всего этого раз и сыграл. У них ни у кого эти гитары не были подключены. Стоят 5 баллов наши на сцене, и у них ни одного гитара не подключено. Зачем это нафиг нужно? Любит народ наш всякое говно, как говорил Лето. Не только наш. Любой народ любит всякое говно. Поэтому вот эта вот мода на готику долго действительно не продержалась. Сейчас хайп еще меньше держится, но тогда этот хайп продержался около 3-4 лет. А что происходит сейчас? А сейчас, в принципе, происходит нечто похожее, только оно происходит почему-то вот немножко. Ну никогда в одну и ту же реку дважды зайти нельзя. Ну просто Black Metal, как бы, в принципе, становится достоянием всеобщего, так сказать, культурного наследия, так сказать. То есть истинных таких true black-ушников осталось не так уж и много. Я просто смотрю, сколько народу тусуется на дискорде у Магена, сколько народу тусуется на дискорде у Иверсона, сколько тусуется там. Сколько на самом деле, на самом деле там тысячи человек, как бы. Эти люди, я даже не знаю, насколько они меня старше, младше, кто-то моего возраста, кто-то может быть. Я знаю, что сам Иверсон где-то чуть помладше меня, но это не важно, как бы, я имею в виду Мортина Бергиттена и Иверсона, он же телок, он же гитарист группы Магена. Но то, что я говорю, что после этого уже как-то и металлик это была уже не совсем предательство. Волна схлынула, как бы, кто-то попытался вернуться на круги своя, кто-то не смог, кто-то распался. Где сейчас этот парадайз-лозный, что с ним сейчас, я понятия не имею. Но было такое, было. Вот что это было, зачем это было. Я думаю, что вот именно тогда наступил первый удар во цитадели вообще музыки как таковой. А сейчас, сейчас ее просто нет. И боюсь, что в ближайшее время не ждите, не будет. Будут какие-то записи, вот что-то я сейчас даже записываю. Будут какие-то трогательные, какие-то там, не знаю, интервью. Но не знаю, что будет дальше. Но уж, по крайней мере, готика в моду, я надеюсь, больше не вернется. Вот такая вот философская моя беседа, посвященная всему этому явлению. Что это было, зачем это было? Наверное, хотели побольше денег получить, я так думаю. Единственный вариант.